Привет-привет! Добро пожаловать на мой канал, если вы видите меня впервые. Меня зовут Анетта. И сегодня я хотела бы уделиться с вами таким легкосердечным, забавным видео, потому что выходные, пятница. Я хочу немного поднять вам настроение, и в тему видео, которое я делала не так давно, я делилась с вами своими позорными историями. И в комментариях я смеялась от души, читая ваши комментарии. И сегодня я буду рассказывать ваши, ваши позорные и смешные истории. Если у вас еще есть истории, которыми вы хотите поделиться, пишите это в комментариях. А бонусом в конце видео я расскажу вам, как по тексту с помощью смс сексуально домогалась своего декана в университете. Оставлю это на десерт. Так как у меня полным ходом идет подготовка моего магазина в инстаграм, и также я готовлю вам видео подборки, на которые уходит миллион часов подготовки. Поэтому сегодня мы с вами вместе посмеемся над вашими историями. Я не буду включать имена, потому что не уверена, что люди, которые писали эти истории, этого хотят. Но тем не менее, давайте приступим в историю с колготками. Я не ожидала, что столько девушек откликнется и просто окажется в той же лодке, что и я. Но с колготками было так. Я надела джинсы мужа на колготки, сняла так же. А утром он спешил и надел эти джинсы и пошел. И ушел далеко. Думала, убьет. Подождите, сейчас вам найду свою любимую историю. Этот комментарий я читала по пути, гуляя с собакой, и заорала на всю улицу. Как-то раз на отдыхе в Турции я уснула на лежаке, который стоял на пирсе. Проснулась я от того, что меня разбудил охранник со словами. Sorry, miss. Вы храпите и мешайте людям отдыхать. Можете спать потише. Я сгорела со стыда. Нечего стыдиться. Бывает, бывает. Один раз я помыла голову дегтярным шампунем. Этот эпикфейл стоил мне получаса позора в общественном транспорте. Это еще что. Если вас утешит, однажды я вычитала... Однажды я вычитала рецепт о том, что маска из лука помогает росту. Это был в мой подростковый период, когда я была очень... Очень жаждала пробовать все косметические штуки. И я сделала пюрешку из лука, выдавила луковый сок, нанесла это на голову. И потом примерно недели две воняла луком. Так что, мне кажется, алкоголики могли бы моей головой занюхивать после выпивки. Мой недавний позор связан с тобой. Как-то выпила я винишко, включила ютуб, а там ваши видео с Антоном. Я посмотрела, очень прониклась. Накатала какое-то безумное признание, как мне нравится Анетта. И это прекрасное видео. Но написала это под видео Антона. Теперь его зрители ржут надо мной и пишут комментарии, какая я идиотка. Мне кажется, не надо писать комментарии, когда человек делится чем-то позитивным и прекрасным. Надо таких людей поддерживать. Прикольный случай на физре в школе был в классе в шестом. На уроке, прыгая через козла, у меня порвались бриджи на попе. Так, все оставшееся время урока я занималась с рваными штанами. Но почему-то меня это вообще не парило. Хотя до восьмого класса мне всегда было дело до того, что обо мне подумают. Но не в тот момент. Ребята ржали, говорили, у тебя штаны порвались. И я ответила, и что, мне без них что ли заниматься? И всем тоже как-то пофиг стало. Это просто бриджа о жизни. Мне всем плевать. Забейте и делайте то, что вам нравится. Прям вот эту историю, это все. А с колготками тоже такая тема была. Опаздывала, бежала, не заметила. Такой кулек был на заднице, как наложила. Так еще и колготки тянулись из джинс. Заметила, когда наступили. Когда я была студенткой, я была очень старательной студенткой. Весеннюю сессию, помню, из-за ночных зубрежек днем засыпала на ходу. Однажды в троллейбусе заснула стояк. Все бы ничего. Но я думала, что держусь за поручень. А на самом деле... Задержак тяпки. Мужик какой-то ехал на дачу. Меня разбудили, пожалели и усадили. Весь троллейбус мне улыбался. В школе я делала из первого размера груди, третьей с помощью ваты, пока один хулиган не пожмякал. Камон, кто не делал себе в средней школе вату из груди? Нет, не так. Грудь из чего бы... Из подручных материалов все делали. Купила в глубокой юности на рынке ужасно неудобные босоножки на огромной платформе из дерева. Пока шла с работы, поняла, что я хромаю. Просто как-то идешь, вижу, понимаешь, что ты хромаешь. Ну, думаю, это они еще неудобнее, что ли, стали. Гляжу, а на одной босоножке слетела набойка и половина всей высоты дерева стопталась. И выглядит как будто это вообще разные босоножки. Хотела расстаться с парнем и пошла на свидание с другим. Сказав, что еду к подруге и никогда бы не подумала, что случится, как в кино. Сижу с новым парнем в машине, мой звонит, я сбрасываю вызов, засовываю телефон в куртку и продолжаю милость щебетать. И через 10 минут вижу, что бывший каким-то хреном висит на вызове 10 минут. И он все прекрасно слышал. Ребята, я должна вам сделать видео про свои неудачные свидания, потому что у меня их было слишком, слишком много для одного человека. Делитесь своими, просто делитесь своими неудачными и провальными свиданиями. Давайте друг друга поддерживать в комментариях. А еще я маленькая где-то подсмотрела, что тетя выщипывает брови. Ну, думаю, я же девочка, мне тоже надо. Взяла папину бритву, внимание, электрическую, и сбрила нафиг и брови, и так как лезвие широкое, то и ресницы тоже сбрились. Это была жесть просто, так и ходила. А куда деваться? Чтобы вам стало немного полегче, я покажу вам фотографию себя в 2008 году. Всем полегчало? Идем дальше. Тоже с вами поделюсь. После родов активно старалась похудеть, и в один из дней смогла застелить свои старые джинсы. С радостными воплями бегу к мужу. Хвалюсь. Он улыбается, говорит, молодец, видно, что похудела. В этот момент ребенок бросает игрушку, я наклонилась поднять и услышала треск. При этом в области паха стало свободно. Короче, штаны лопнули. Мы так ржали с мужем. Ну и мне стрёмно было очень, хоть и смешно. Девушки, милые, женщины, если вы вытолкнули из своей хуха ребенка, дайте себе отдохнуть в конце концов. Это чудо, на которое способно только женское тело, и только, мне кажется, вот женщины так испытывают над собой давление, что так, все, родила, сразу же тут тебе спортзал, качаться, подтягиваться, все быстренько. Камон, отдохните, вы только что совершили чудо. Реальное чудо. Дайте себе отдохнуть. Какие диеты. Это же моя любимая история. Один раз спешила на занятия, и в холодильнике лежала, как мне показалось, грудинка. Я сделала два бутера и благополучно в обед съела, причем поделилась с подругой. Вечером мама спросила, а где тут мясо лежало? Размораживалась. Оказывается, оно было сырое, и мы не заметили с чайком-то. У мамы на лице тоже был ужас. Когда я поправлялась, постоянная борьба, пару раз в людных местах лопались по шву на попе узкие брюки и юбка-карандаш. С юбкой вообще прикол получился. Порвалась в момент прыжка через лужу. Просто представила, как это эффектно было. Я бы многое отдала, чтобы на это посмотреть. Ух. И попа в стрингах вывалила. Я люблю, просто, ребята, я вас люблю. Это потрясающе. Спасибо, что делитесь. Фу. И попа в стрингах вывалилась. Ха-ха-ха. Нет, сейчас. И попа в стрингах... Нет, я не смогу. Ха-ха-ха. Two hours later. Ха-ха-ха. Окей. И попа в стрингах вывалилась. Ха-ха-ха. И попа в стрингах вывалилась на глазах у двух парней, которые шли следом. Пацаны заволюкали и зааплодировали. А я, спрятавшись за ларьками, перевернула юбку на бок этим разрезом. И всю оставшуюся дорогу прикрывала ногу сумкой. А уши горели еще два часа. Дорогая моя, не надо стесняться. Вы только что осчастливили людей, которые абсолютно этого не заслуживали, потому что ведут себя как... Так что вы молодец, вам за смелость, пирожок. Мне не быть принцессой. Я заметила теплые колготы в лосинах, лишь когда пришла домой и разделась. Какие 12 перина горошина? Нет. Похожая история была с дверями. С подругами зашли в общественный туалет и позже обнаружили, что дверь заперта. Стали тут стучать и громко кричать «Откройте! Откройте!» Вдруг заметили человека, который откуда-то зашел. Оказалось, мы перепутали дверь и стучали в техническую комнату. Я представляю этого человека, который недавно думал, зачем этим девушкам в техническую комнату. Так, ну на этом пока все. Если вы хотите продолжения ваших историй, то чтобы я делилась именно вашими пикантностями, то оставляйте это все в комментариях. А я с вами сейчас поделюсь обещанной историей. Как я фактически домогалась своего декана. В общем, история была такая. У нас был какое-то мероприятие студенческое, я уже не помню, что это было, но я помню, что нам надо было организовать танец, то есть поставить танец. Там две группы у нас было. В общем, мы скооперировались, нам нужно было сделать танец на какое-то мероприятие. И это был классический танец, типа вальса, нам нужны были мальчики. Если девочки обычно все такие активистки, да-да, я хочу, я хочу там участвовать, сам участвовать, то вы, наверное, знаете, что, как правило, мальчики такие, у-у-у, нет, я не существую. И поэтому нам любыми способами нужно было несколько мальчиков. И был только один, я такая думаю, ну ладно, возьму эту задачу на себя. И был у нас мальчик Александр, я решила ему написать, думаю, так, чтобы он не отказал. Надо вот его заинтересовать, потому что оставаться после пар, еще репетировать, что-то ставить, ясное дело, что мало кому хочется. И поэтому я написала Александру сообщение, чтобы заинтриговать его. Александр, ты мне нужен как мужчина. Я знаю, я знаю, что это не самая гениальная идея, но, по крайней мере, у меня бы точно было его внимание, и там я уже могла бы как-то впихнуть тему про остаться после пар и потанцевать. Ну, в общем, знаете, для некоторых целей все средства хороши. Проблема была в том, что он у меня был записан в телефонной книжке как Александр, и следом в телефонной книжке у меня был записан Александр, скажем, Вячеславович, декан нашего факультета. И вы знаете, что следует. Я пишу... И я пишу, Александр, ты мне нужен как мужчина. И отправляю это декану нашего факультета. И в тот момент, когда я нажимаю кнопку отправить, я смотрю, то есть это происходит прям в доли секунд, я смотрю, кому я отправляю, я начинаю... Мне кажется, у меня... Или это какой был год? Мне кажется, у меня был первый айфон тогда. Ну, не суть важно, что сообщение отправляется. Я просто... Я помню, что я стою... Мы шли с подружкой. Это происходит вместе с подружкой, с которой я жила. И я просто стою и ору на весь коридор. Нееееет! Ну, в общем, сообщение было отправлено. Потом я строчила вот такое длинное километровое сообщение, объяснение. Потом мне декан долго улыбался. И причем я не помню даже, отправила ли я нужному Александру в тот вечер сообщение, потому что мне хотелось умереть. Ну да, такое тоже бывает, и не только в фильмах. И мне до сих пор подружки, которые были с детьми, это припоминают. Про Александр ты мне нужен как мужчина. Больше я таких сообщений никогда не писала. Как бы мне не нужно было заинтересовать человека, потому что мало ли уйдет не тому. Так что вот такое сегодня видео, ребята. Я очень надеюсь, что вам понравилось, что развеселила вас, дала хороший настрой на выходные. Я готовлю вам подборки, готовлю пуховики, готовлю распродажи. В общем, будет куча всего полезного и интересного. Готовлю видео про Алиэкспресс, потому что столько было от вас сообщений, что я к вам прислушиваюсь. На это ходит очень много работы. Мой магазин в Инстаграм тоже скоро начнет работу. Я в поисках ассистента, и это тоже очень волнительно, когда бизнес растет и развивается. А, и вот не смогла я коротко, да, ну вот надо мне поболтать. Ну, в общем, я по-моему скучала, ребята, серьезно. И давайте общаться в комментариях. Я, к сожалению, сейчас комментариев стало настолько много, что я не успеваю отвечать на все-все, но я их читаю и от души улыбаюсь и радуюсь, когда вы делитесь со мной чем-то хорошим. Поэтому спасибо, что вы со мной, спасибо, что смотрите. И мы с вами увидимся совсем скоро в следующем видео. Я вас очень люблю. Пока. Взяла папину бритву, электрическую. У меня собака лает во сне. Лает так, с закрытым бортом. А да, не забывайте подписываться и ставить лайки. Мне это всегда очень приятно. Я вас люблю.